Доброе утро! Сегодня у меня такой вид из палатки Спал я долго, 9 часов утра Могу себе позволить Поэтому сейчас я никуда не спешу Я вчера очень хорошо потрудился По горам я проехал что-то 88 километров Это очень круто На самом деле Здесь какой-то бык агрессивный Он все что-то пышется на меня Он там мычит Ладно, сейчас готовлю кушать Чились Хожу, расхаживаюсь и так далее Видите, он какой агрессивный Ну-ка Ну-ка, пошел отсюда Ну-ка, давай Капец, они столпились около моей палатки Давайте, уходите уже И один бык, он такой довольно-таки агрессивный Вот этот вот Он мычит, я его, конечно, спугиваю Окупировали Твари Вот, блядь Альпийские коровки Один прям бык Он вообще, он прям бычица Слово бычица на меня Он прям идет Земля в копыту роет И рычит И не щупка он пугается Вот это тоже любопытно Че ты, блядь Че ты Че, блядь Че с нахуй Попутал Я понимаю, что ты сильнее меня Давай Уходим, уходим Вот этот отрус Он сразу не снимает А тот нет Пока я камни в него не стал, блядь, метать Здоровенные Ну, блядь Он здоровый прям У него яйца надутые Ну, злой Крупные Все, я Покушал Вещи запаковал Быка еще пару раз гонял Но теперь они уставшие Лежат, отдыхают Альпийские коровки Вот сижу Последние две минуты Не знаю, увижу ли я так прям близко Вот такие вот ледники Красиво Все, и сейчас Начинаю спуск к Иссыкулю Там меня ждет уже связь цивилизации Уже 4 дня не было связи И Двигаюсь Дальше Охота покушать Какого-нибудь лагмана Потом Посмотреть, как выглядит Иссыкуль Посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И он показался Иссыкуль После холодных ночей Субтитры сделал DimaTorzok Кажется каким-то морем южным. Вот так он выглядит с высоты. Спустился я с гор и как вот прям под конец у меня на новых колодках уже, они там потерлись, загнуло рамку. Загнуло рамку, поэтому у меня задних тормозов, они есть, я их немножко там пассатижами разогнул, сделал, но их фактически уже нет. Дальше мой путь идет, я планировал, я же вообще планировал долго, потому что маршрут горный, долгий, я не знал, как я. В итоге я успел и очень даже хорошо уложился в 11 дней, чисто по горам я ехал, но думаю, у меня еще времени до хера. Типа изначально я планировал там на автобусе доехать до Бишкека, а потом думаю, может попробовать своим ходом доехать. Вон он из Цикуль, мы еще к нему подъедем, здесь тепло, вон кукуруза растет. В общем, будем ехать. Надеюсь, все будет у нас в порядке в пути. Много чего из строя вышло, конечно, на велосипеде, ну вообще, у меня там болт потерянный на контактных педалях. Нужно пересмотреть этот момент, а с тормозами, они у меня нормальные двухпоршневые, но просто здесь уклоны такие, нормальные машины за двигателем тормозят, а тут вот груженые, как бы тормозишь, уклоны бешеный градиент, плюс бездорожье, и ты фактически очень быстро их убиваешь, эти колодки, даже не знаю, но я потом подумаю, мы же на стриме пообщаемся. Дай бог, надо вернуться сначала еще. Ну все, теперь горы будут где-то вот там вот, вот там вот горы вы не видите, будем ехать. Тропу к Сыкурю, иду потихонечку, не еду, ну мало ли, чтобы не проколоться в таких местах. Да, и на связь в интернет выйти, посидеть. Все, сейчас я никуда не спешу, такой постараюсь чили-отдых, то есть никуда не гоню, не топлю. Вот там вот где-то село, может, заеду в кафе Пахаура. Вот, друзья, я на Иссыкуле, я уже искупался, постирался, я не буду показывать, как я это делаю, что вам всем интересно, как взрослый мужик мочит свои, ну в общем купается. В общем, сейчас сижу, отдыхаю, реально это не озеро, а море морем. Оно чуть-чуть солоноватое, на той стороне видны горы, не знаю, вам отсюда видно, не видно. А так все, вот риф даже какой-то есть небольшой. Отдыхаю, чилич, после холодов здесь прямо вот тепло, хорошо. Туриста из России встретил, и он мне подсказал, что здесь яблоки офигительные. Надо насобирать, набираться, как варвар. И пёс пристал, и он скачет вместе со мной, уже километра два. Я его ничем отогнать не могу. Не пить, не есть он не хочет, ему охота задолбаться просто. Да? Вот так вот. Становился возле вот такого чудесного озера, оно купабельное, да, все прутся на высокогорные озера. Мне нельзя купаться, а тут такая чистая, лазурная вода. Сейчас я занырну. Нормальная теплая водичка. Соленая, правда. Нырять не буду с ней. Я еду по федеральной трассе. 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 В этой стране нету нормальных дорог. От слова совсем. Даже, даже на федеральных трассах. Я в одном месте только видел. И все. Вот первое. Этот участок дороги, он будет максимум километра два, три. И все. А в основном дорога вот такая. Вот так вот. Двометров сто, наверное. Опять еду в гору. Фу. Хотя кажется, что вниз. Но на самом деле я еду в гору. Ухожу от озера вдаль. Жалко. Сегодня не будет ночлежки возле озера. Короче, ищу место для стоянки. По хрен где найдешь. Везде поле, трактора. И опять я около холодильника ночью. Вон там блинник. Я думал, вот я ссыкуля буду сегодня чуриться. Я там в день тут уже буду вставать. Потому что там подъем в гору. И нужно поселок проехать. Думаю, это еще долго. Думаю, я опять по темноте буду стоять. Лучше здесь день у меня сейчас встану. Ладно, все. Вот, в общем, поставил я палатку. На этом день мой заканчивается. Сейчас послушаю музыку. Сожру лапшу. Сейчас уже упоем здесь культурно. И все. И буду укладываться спать. Друзья, все. Покойной ночи. Друзья, все. Поехали. Продолжение следует... 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 Свернуло озеро... Свернуло озеро... Подвеску меняют... Они все тут расхлябанные с подвесками... И все равно люди выбирают по лучшей дороге... То есть они тоже для них это очень чувствительно... Я, наверное, снимать видео больше дальше не буду... Именно в таком формате... Потому что дорога неинтересная, скучная... Одна разруха... Ремонт дорог... Такие пустынные пейзажи... Я еду чисто потому, что вдоль из Сыкуля... И... Ну, типа, время надо как-то убить... Поэтому я буду где-то, может быть, вставки видео делать... Если что-то интересное будет... А так вот полноценно день снимать не буду... И батарею сэкономлю и так далее... Поэтому, друзья, давайте... Вот он и Сыкуль... Сейчас я буду окупаться... Более удачное место... Нашел пляж и Сыкуль... Я здесь заночевал... Да только... Зрачки... Шутка нет... Ну, купил булочек... И компот... Надо хоть и справиться... А то говорю всё про плохих детишек... Вот здесь хорошие детишки встретились... Пообщались с ними... Они сказали... Я говорю... Дорог то у вас тут нет чего-то... Они говорят... Сердце шел большой... Ну, в общем, пообщались... Они в русском попрактиковались... Сказали, что я очень сильный... Просили, чтобы я показал им ноги... Ну, я не стал этого делать... В общем, приятненько пообщались... То есть, вот эти вот деньги не просили... Поэтому очень даже хорошо... Но вот с едой тут, конечно, немножко напрягалово... Думал, сейчас дыню купить... Думаю, и буду, типа, кушать её день-два... Ну, не день-два, хотя бы день... Вот... В кафе дороговато немножко кушать... Здесь... Ну, придорожных кафе всегда дорого кушать... Я бы этого ел... Там не придорожное кафе было... Какое-то местное... Для местного населения... Там много ложили... И цена приятная... А здесь... Придорожных всегда... И у нас тоже дорого... Поэтому тут шибко не вариант питаться... Я использую... Дорожные кафешки... Как точки зарядки аккумулятора... Там есть ушки... Надо зарядиться... Хрен-ся... А так... В магазинах шибко ничего и не купишь... Ну-ка, купишь... Но у меня сейчас газа нету... Поэтому... Ничего не приготовить... Ладно... Всё... Вот здесь вот стану я на стоянку... Возле озера... Просто уже до... Пункта развилки... 26 километров... Куда-то дальше ехать... Искать... Лучше этого места... Я думаю... Уже я не найду там дальше... Тут вроде как вода близкая... И всё... Я что-то булочек нажрался... И меня так... Слабость потянула в сон... Уютненькое место... Попробую вот уже костер развести... Может что-то пожрать... Получится сделать... У меня гречка тут есть... Посмотрю... Уж... Уж... Еще два часа назад тут... Комарью была и жара... Меня так разморила... Я в палатку лег... И потом так... Ушло солнце... Ветер... ветер задул и я вот чё пожрать решил сделали гречки свод варить ну вот дров тут не густо а мне не надо много дров видите да щепотница пау браун актив хотя бы немножечко веточек два камешка и писец посмотрим что получится ну и все время уже хорошо что я не разморила мне так хорошо стало все удалось мне готовить гречки я уже поел готовлю чай уже стемнело вот там вот светится вот небольшой приятно быть мужиком а то в каком-то фильме я смотрел женщина там ой я говорит газовый баллон не взяла ли что-то не взяла и давай кровь сухомятку все это жрать что поделать но это не к женщинам упрек я рад что мне сегодня предоставилась возможность найти два камня и какие-то дровишечки большие все я спокойной ночи в общем я хотел себе отгул природа сама мне отгул сделала всю ночь сейчас наверное полдня будет лить дождь холодно в горах снег лежит все затянуто пол кыргызстана затянута облаками ветер холодно палатку срывает я уже второй раз вышел и видимо что ну тоже знал то колышки так прихерачил но сейчас прихерачил вроде нормально должно быть чтобы не вырывал какие дела в общем вот такая погода сейчас время уже пол одиннадцатого чуть-чуть солнце появилось но вот такая будет светленька подожди в горы в снеге холодно очень я все-таки решаю принимаю решение подниматься и потихонечку не знаю правильно это неправильно хорошо что меня эта погода застала не где-то в горах в общем еще туда столько сбросов против ветра такие порывы сильные прям палатку вырывало я всталал в колышке ладно емем хотя бы мне позвать я буду доехать где-то скоро да и сильный встречный ветер не осталось тут немного добылых че добрые люди остановились закинули велик на крышу сейчас доедем очень сильный встречный ветер в общем друзья я как уже сказал уже времени прошло вот уруткам по-моему ну юра его зовут 70 лет уже уже буду одету ну и в общем там шуры муры заехали покушать оказывается он владелец хостела так у него типа хостел 1000 рублей стоит ну вот за 500 рублей мы с ним договорились но он мне сказал и вот в таком вот номере я сегодня сегодня еще русская немка заехала то есть живет она в германии типа родилась в германии зовут ее элина короче вот такое место он сейчас отъехал я просто снимаю хостел называется друзья это в балыкчи ну мало ли кто захочет заехать это я ему рекламу такую сделаю сейчас мы посмотрим вот такой вот у него уютненький туалет я хоть помылся погрелся прикольно да мне по сути пофигу но на красоту я надеюсь что завтра будет погода нормальная и мы все сделаем ну что мы начнем движение просто я еще хочу поездить по горам 172 километра осталось для бишкека я конечно могу чем там порешать и сделать вот вот хостел называется друзья запоминайте в балыкчи гульнара уэст хаос вот он тут хозяин хорошие цены ну то есть так-то в целом 1000 рублей а так 500 рублей он мне сделал все и мне говорю мне еще охота по горам то проехаться чтобы это было не против ветра и чтоб я не опупел охота как бы попрощаться с горами уже в бишке бишки это что делать нечего делать на и все вы сами видели в общем я вот такую вспышку сделал теперь заряжаю все аккумуляторы давайте друзья до завтра ладно доброе утро все я собрался сегодня в поход сегодня ветра вроде и такой сильные время 9 утра я собираю велосипед еду в кафе еду в кафе он нормально плотно и отправляюсь по маршруту в бишке так надеюсь путь мой будет несложно поехали вышел на орбиту города балыкчи турбулентность небольшая ветер встречный немножечко дует это не такой как вчера поэтому если все будет продолжаться вот так вот но все будет хорошо Еще Дорога словно меня вознаграждает за мои страдания все эти дни. Я еду, считаю, что вниз, только подкручивают педали, уже километров 20-20 еду. Виды похожи на Техас, да, вот здесь вот рядом железная дорога, кажется, сейчас вот-вот пройдет и на лошадях бомбанут поезда. Вот такой вот красивый вид, но я еду вниз, пока все хорошо, и слава богу. Вчера вы не видели, какой ветер был встречный, меня реально просто сносило с дороги. Я укрывался за деревьями. Это значительно помогало ехать. Вот, спасибо Юру, он вам сказал, что называй его Юра, что подобрал меня вчера, и я передохнул. Ветерок сейчас есть, но небольшой. Сейчас уже теплее немножко утром, но прохладнее было. Ну, может быть, я просто разогрелся. подул встречный ветер, остановился передохнуть. В городе Кууу Ужантай Хан. Это Хан какой-то. Жил 70 лет. Красивые горы. Там. Это бывшие гуны, кургрузы. Постоянные набеги на китайцев делали. Хутики Муланка, она про них рассказала. В общем, ветер с речной паду, но должен сказать, что на грэвелбайке, все-таки, на дорожном велосипеде неплохо делаются эти, ну, напротив ветра. Ну, я еще не знаю, может быть, просто после вчерашнего мне сегодняшний ветер кажется не таким сильным, потому что вчера вообще не снизился. Я сейчас с них спустился, сейчас еду по определенному такому плоскочу, вон туда я двигаюсь. Нажрался, как свинья. Не устоял, заехал в какой-то городок небольшой. Знаешь, теперь меня научили, где надо питаться, ну и зашел в Чайхану, покушал у Агмана. 240 рублей, но я теперь вообще, ну, то есть, надо же отъедаться, я за все дни что-то, как бы, там, с едой не шибко густо было. Ну, прощаюсь с горами, как бы, так скажем, еду. Ну, нагруженная трасса довольно-таки, ну, не прикольно ездить после безлюдных-то дорог. Ну, что поделать, что вот еду, ветер, я уже говорил про ветер. В общем, нажрался, сейчас сижу немножко отдыхаю. Вот такие горы, вот там, вот, снежники. Бесед, дорога неинтересная, встречный ветер, равнина. Въезжаю в город Токмок, Токмок, Токмак, короче. Вот. Слева от меня в горы, они меня манят. Возможно, сегодня я уду на ночлег в горы. Или ближе к горам. Такие мысли. Все. Дорога скучная. Сам не можешь заменить. Выжженная земля, машины. Ничего нет. Офигеть. Остановился на остановке. Спальник нашел. Бурзуйский подик хороший. Полтора килограмма весит. Вот до скольки будут узнать у нас. 15 ветра в пахице. Надо узнать. Не видно ни хера. Мухловой поди. Видно какое-то хорошее. Сейчас я посмотрю. Заберу с собой. В общем, не стал я себе забирать спальник. Думаю, возьми с ним, мудо дни. Хера с ним делов. Мало ли, может кто еще вернется за ним. Он хороший. 1012 он стоит. Декатлоновский. Но я его оставил. Потому что некуда мне его упаковать. Да и как бы чужой, думаю. У меня все равно лучше. Тут, по-моему, до плюс пяти комфорта. У меня до минус пяти комфорта. Я, короче, не знаю, куда ехать. Я немножко подустал. Здесь лес такой симпатичный. В горы я так прикинул, чтобы более-менее в горы красиво было быть. Нужно опять тысячи метров набрать. Это дохера делов. Во-вторых, завтра типа дождь будет. Мне охота было бы столкнуться с дождем. Ну, в горах. И я, вот, короче, езжу тут, кружу. Уже не знаю куда, чего. И еду, короче, по маршруту. Где, короче, ночь меня застанет. Я сейчас специально не гоню. Там и буду ночевать. Вот и все дела. Я проехал так-то уже больше ста километров. Где-то сто двадцати километров. Вроде сто тридцать, я уже не считаю. Вроде в ветра причем вообще. Ну, понятно, немножко уже подутомился. Высоту сбросил тут. Жарко. Я так думаю, блин, ну, как-то уже высасывать из пальца. Я бы еще на легком велике бы в гору бы сейчас поднялся. А сейчас обратно в те же места. Ну, нет, делов дохера. Если б не дождь завтрашний, я бы, может быть, в натуре бы и забрался куда-то. А так... Места такие козырные для ночлега. У меня что-то, блин, шоколадку всю жопу мял, мял. Не купил. Я бы перед сном и утром бы поедал шоколадочку. Ну, там подальше уйти. Там заказник какой-то. Все. А вот там, вот видите, горы. Вон, это все Казахстан. Все, здесь вообще граница очень близко проходит. Вон они казахи машут. С горой рукой, да. Да, я бы уже застанавливал. И как это? Я просто боюсь доехать до Бишкека. Я же могу... Вообще так, с Балыкчи, откуда я сегодня еду, до Бишкека, 172 километра. Я запросто это все сделаю до заката. Я же еду-то, пока солнце не сядет. Сил-то мне хватает. А мне этого не надо, потому что на дурную башку это все вечером в темноте искать. Возьмите, это, соответственно, деньги. И я все-таки сторонник. Я хочу в тишине. Там не ясно, кто жильцы, не жильцы. Шумные, не шумные. Там, сям, блядь, на цыпочках. Ходи, не ходи. Вот, это 6 дней. Блядь, ни хера я проехал маршрут быстро. Ну, точнее, я не угадал. Ну, ладно, все, не буду я базарить много. Вот, короче, я хочу в тишине. Наединение с природой. Нашел я место для стоянки. Тут сложно же на юге. Эти все места. Ну, если это не горы, а тут не горы, горы, а не там, вон они. То, как бы, село на селе. Одно село перетекает в другое. И, ну, вот, недалеко от дороги хрен найдешь. И вот я где-то в поле, тут посадки какие-то были. И то там, вон, люди. Палевно, непалевно. Короче, где-то тут я стану. Тут я за ночью вроде как горы. Тут канал. Все, тут я буду ночевать, друзья. Вот где тут скажут, что завтра дождь будет. Вот, говорят, дождь, вот прям с уверенностью. Несколько раз смотрел. Ну, тут дожди такие, типа, палил-палил, соус пошло. Вот, по крайней мере, так вот. Ну, все, где-то тут вот, чтобы мне не палил, чтобы не палил, чтобы с окна мою палатку видно не было. Где-то здесь, если дорожка проходит какая-то. Завтра я по ней буду выбираться отсюда. Ну, все. Машины, конечно, шумят, трасса. Но все равно как-то попрощаться, как говорится, с горами. А завтра уже все точно. Такая заселюсь. И там уже придется смириться с тем, что все, я буду хостерный житель. Вот последнее крайнее место стоянки, крайнее место палатки. Здесь сегодня ночую. Итак, друзья, наверное, на этом присяду на земельку. И заканчивается мой велосипедный поход по Кыргызстану. Горный этап был преодолен за 11 дней. Остальной этап мы уже не считаем, потому что я намеренно ехал медленно. Потому что вот так вот. Что хочу сказать. Поход был не сложным, но и нелегким. В целом меня как бы очень сильно расстраивали дороги. Я об этом говорил. Я хочу сразу же вперед поблагодарить, конечно же, так скажем, мою команду. Это Дон Александр за предоставленный пауэрбанк, с помощью которого я заряжал аккумулятор, чтобы заряжаться. Маму Инну поблагодарить за покрышки, которые себя неплохо показали. Более-менее сглаживали мою езду по дороге. И хочу поблагодарить, конечно же, компанию Феникс, которая предоставила мне фонарь, которым я тоже пользовался. То есть очень мощный фонарик велосипедный. Хотелось бы поблагодарить очень сильно компанию Кайлер. Они шьют велосипедные сумки, байкпекинг. Я понимаю, конечно, обзоры обзорами, да, но реальный поход это реальный поход. И вот реально ей этой сумке ничего не сделалось. Поэтому, друзья, поход такой непростой. Смело заказывайте отличные сумки Кайлер. Ставлю лайк, прям молодцы. Плюс вот этот гермовкладыш, он очень все технично, все это входит и выходит. Вот. Все, на этом маршрут мой закончен. Конечно, каждый раз мне как-то грустно всегда прощаться. Кажется, что все, это, наверное, был последний какой-то велосипедный поход. Больше куда я ездить, я даже не знаю. Сразу же после Кыргызстана у меня отпадает путешествие по Монголии, по Казахстану и по Республике Туа, там меня все звали. Потому что в Кыргызстане это все сочетается. В Кыргызстане очень разные, разнообразные папиза. Матальпийских гор, да, степей, юрты, как в Монголии. То есть все то же самое. Поэтому этим требованием он полностью удовлетворил меня в этом в плане. Ветер, ну местами он был встречный, он сегодня был встречный. Что еще хотелось бы сказать? По поводу людей. Люди здесь самые обычные, хорошие люди, в основном приветливые, отзывчивые. Вот. И есть вот добрые люди, вы сами видели, да, которые прям реально видят, что путешественник что-то там идет пешком, надо ему, наверное, помочь. Вот такие вещи. Дети тоже приветливые. Конечно, порой некрасиво, я как считаю, получается, когда просят денег, там мани-мани, иностранцы приучили. Ну ладно, это, как говорится, везде свои есть нюансы, да. А в целом народ доброжелательный, доброжелательный. В сезон я вполне себе удачно попал. Я бы, наверное, в дальнейшем, то есть в сезон попал, чтобы было как бы и не жарко, и не холодно. Вот только-только-только. Не ожидал от себя такой скорости прохождения горного маршрута. Город тут действительно Тяньшань. Тяньшань по-китайскому это небесная гора или небесные горы. Тяньшань. Все, теперь велопосланник побывал на Тяньшане. Что хочу сказать? Ну, наверное, вот эти все моменты касательно байпакинга, что я брал, что не брал. Вообще, даже, наверное, для себя я запишу это отдельным видео. То есть, как я паковался, какие сумки брал, что ел. Потому что я это не снимал, многие снимают, но я не снимаю это. То есть, мне это как бы не нравится. Отдельно сниму. Что брал, как ехал, какие у меня поломки. Были поломки, да. Конечно, учитывая, что велосипед я в попыхах буквально за неделю-полторы приготовливал. Естественно, некоторые вещи вышли из строя. А может быть, до конца о них не говорил. У меня вышел из строя передний дуал, пистолет. Он не переключался. Но это было ожидаемо. Потому что у меня уже были с ним проблемы в городе. Я его чинил. Я думал, как бы он что-нибудь опять там не показал. Вот он показал. Я потерял болт от шупа. Вот клей я разлил. Это тоже нужно обязательно будет учитывать. Каждый раз. Это причем не первый раз происходит уже, что клей у меня вытекает. Я его давлю просто в тюги. То есть, нужно его в жесткий корпус класть. Мог реально очень серьезно влипнуть на день, на два. Конечно, я бы выбрался. Но это бы меня очень сильно подкосило. Какие у меня еще там поломочки-то случились? Ну и в целом-то и больше никаких поломок. Ну, у меня втулка чуть-чуть раскручивалась. Я ее подтягивала. В общем, нужно будет по приезду домой думать о кое-каких обновлениях. Обновлениях, я думаю, колеса все-таки поменяет надо бы. Дуалы, наверное, поменяю. И мне не хватало в походе задней передачи. Буквально, вот у меня стояло на 32, зубопередача. То есть, впереди 22, сзади 32. Вот 36-й бы мне было бы очень даже хорошо. Чуть-чуть не хватило. Но я говорю, опять-таки, у меня МТБ вышел из строя. Поэтому гравинник я готовил уже по факту. Как хорошо, как вообще, типа, можно ли на гравиннике? Да, по-среднему я шел на гравиннике. Я думаю, на маутинбайке этот маршрут проходился бы чуть более комфортнее. Но я бы не сказал, что прямо это был бы верх какой-то. Мега вау. Тут, чтобы комфортно проходить, я думаю, нужно на плюсовых колесах что-то вроде фетобайка идти. Тогда будет еще более-менее. В целом, гравинный велосипед отлично идет против ветра. Особенно дорога по гравийке. И гравинный велосипед, как мне видится, очень даже лучше, я бы сказал, взбирается в горы. То есть, видать, особенности положения тела при педалировании в гору. Это все как бы... У гравинного велосипеда вот эти характеристики гораздо лучше, чем у МТБ. То есть, вот эти вихваты и определенные нагрузки. То есть, гравинный велосипед дорожного типа вот такой вот велосипед лучше идет в гору. Единственное, что мне не хватало передач. Друзья, хотелось бы еще дополнить, что многие из вас путают некоторых велосипедных путешественников. Потому что это не велопутешествия, это именно поход. И многие начинают сравнивать с некоторыми велотуристами, велопутешественниками, Руслан Верин и так далее. Но вот поездив с иностранцами, я понял. Поверьте, друзья, это абсолютно разный вид туризма. Когда у человека есть спонсорская поддержка финансовая там и так далее, и он ездит буквально день-два, а потом в хостеле моется, ему там сценаристы диктуют, то у меня такого нету. То есть, у меня каждая копейка также на счету, мне все приходится просчитывать самому, и все это как бы приходится делать самому. То есть, и поход нужно, соответственно, укладывать в определенные рамки. Слава Богу, слава Богу, но к лицу здоровье меня не подвело. Я очень боялся, что здоровье меня подведет. У меня единственное, что, то есть, горняшка меня не мучила, я подготовился к этому, режим соблюдал. Единственное, что я говорю, обветрил губы. Вот они у меня вот только сейчас вот стали заживать, а какую-то часть похода я ездил, вот, намулеванный, с пастой, да, зубной, надувавшийся. Вот, поэтому, друзья, слава Богу, что здоровье не подвело. Вот, это хорошо. И вот такие вот велосипедных путешественников, их тоже, пожалуйста, наверное, не нужно мешать и путать. Это разные виды. Я просто встречался здесь с такими путешественниками. Это разный тип. Когда человек идет по 20-30 километров, а потом заселяется в юрту или там, ну, или в хостел какой-то, это немножко по-другому, по-другому ощущается. Я не говорю, что это плохо и что так не надо. Но я говорю, что если я где-то могу появлять негатив, это только потому, что у меня возникает накопительный эффект какой-то от него усталости и так далее. Это именно поход, оздоровительный поход. Я говорю, что все ли я посмотрел? Да, мне маршрута полностью хватило по-за глаза. Можно было там дальше куда-то еще поехать. Но я считаю, что вот в целом мне все хватило. Я все посмотрел. В горах я побывал под достаточно. Какие-то там на горячие источники мне было неинтересно. Кто-то там на горячие источники ездит. Я вон в ванне горячую воду наберу и поеду. И мне не нужно будет для этого в гору 100 километров ехать. Или по камням трястись 150 километров. Вот такие, друзья, дела. Вот здесь я воочию ощутил, что здесь алюминиевая рама будет очень туго. Хромоль, титан, это да. И здесь многие, вот я видел только на карбоне. На карбоне я видел там, это спортивный велосипед был. И все. И в основном хромоль. Это этот парень Тим, он на алюминиевом велосипеде был. Все. Как бы на алюминии вас тут трясти будет. И это просто их дороги, это убийцы велосипедов на самом деле. То есть не только убийцы велосипедов, убийцы автомобилей. У них там все подвески, они с разбитыми подвесками ездят. Туго им приходится по их дорогам. Но здесь вот вроде нормальная дорога. И до Бишкека понятно, там их там правители ездят. По ходу, я считаю, подготовился довольно-таки правильно. Был взят пуховой спальный мешок. Его мне хватало вот высоко прям в горах. Прям вот уже тика в тику. То есть еще уже можно было подзамерзать. Уже немножко так холодок проскакивал. Но если бы я окутался и начинал дышать в него, то я бы согревался дальше. Палатка отлично выдержала. Все мои эти самые сумки тоже выдержали. Отдельная кайлер, это, конечно, круто. Кайлер вообще ему по херу дым. То есть все остальные мои сумки тоже неплохо. Но некоторые, как бы, они же все наспех было сшито. Вот. То есть все правильно подготовился. С едой тоже все правильно рассчитывал. По велосипеду тоже. Ну, по велосипеду как бы уже что есть. Ну, тоже правильно по сути все было подобрано. То есть я велик-то изначально приобретовал, чтобы в случае чего его в туризм можно было задействовать. Вот он в туризме и поучаствовал. Вот. Все как бы четко. По одежде тоже правильно все подготовился. Пуховик, термоодежда. Но это, в игре, я уже отдельно уже буду снимать. Самонадувающийся коврик тоже как бы хорошо. Он все отлично не подвел. Единственное, я говорю, мне жалко. Вот спальный мешок-то хороший, качественный. Но он как бы изготовлен внешне более качественный, чем мой пуховой. Да, он, скорее всего, поменьше держит температуру. Вот. Но, блин, он просто на остановке такой вот свеженький. Он просто на остановке такой свеженький лежал. Просто я говорю, мне жалко, его варвары просто возьмут, покромсают его, утеплят там скотину или дом, или на тряпки порвут. Вот. Он стоит, я смотрел, он 12 тысяч стоит. Плохой его постирать по большому счету и все. И как бы кому-нибудь даже задарить, отдать. Сам-то я бы, наверное, может и не пользовался. Мне моего достаточно. Он мне недорогой, но в своей функции выполняет. Ну, куда мне его как бы таскать? Во-первых, говорю, мало ли может что вернется за ним, хотя вряд ли. Вот. И куда мне его тащить там? Он все равно габаритный. Уже некуда его прихерачивать. Ну, ладно. Фиг с ним. Думаю, на этом все. Я закончил. Давайте, друзья, наверное, прощаться. Следующее видео, если я и буду снимать, то оно уже будет входить не в формат. Не в формат велопутешествия. Друзья, с вами был Велопосланник. Мне еще нужно вернуться домой. Но я надеюсь, я вернусь домой благополучно. Подписывайтесь на канал. Я не знаю, на какой канал. Но, в общем, надеюсь, вам понравилось. Мне точно понравилось. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, впечатляющее видео. Все здесь туристы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова